друзья всем большой привет вы на канале вяжем домом и сегодня в этом видео я вам покажу вот такой вот красивый но в принципе очень простой узор спицами этот узор отлично подойдет для вязания джемперов свитеров кардиганов жилетов можно вязать как женские вещи так и детским этот узор мне кажется вот этот у меня он связан из мериносовой шерсти доломити на спицах три с половиной ниточки идут 50 грамм 80 метров но мне кажется он еще отлично будет смотреться из пуха норки из анворы вообще для любой пряжи подойдет раппорт узора составляет 14 петель в ширину и 4 ряда в высоту для вязания узора поворотными рядами наберите количество петель кратное 14 плюс 9 петель для асимметрии плюс 2 кромочные петли у меня здесь два рапорта по 14 петель это 28 2 кромочные 30 и 9 петель для симметрии 39 для тех кто не знает что такое симметрия я вам расскажу вот смотрите один рапорт идет вот это вот и вот это вот полоса и ажурная вот этот рапорт один вот второй рапорт если бы мы только два рапорта связали вот так боже рассмотрелся поэтому до убираем вот эти вот петли и с этой стороны чтобы уже рассмотрелся симметрично вот они и называются петли для симметрии и так давайте я вот здесь вот набрала точно такое же количество петель 2 рапорта плюс петли для симметрии и мы вяжем первый ряд рапорт первого ряда следующий кромочную снимаем и провязываем 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 провязали 9 лицевых затем 2 петли мы провязываем вместе с наклоном вправо за передней стеночки просто 2 вместе одной лицевой провязываем все затем делаем накид 1 лицевая накид и следующие 2 петли нам нужно провязать вместе с наклоном влево для этого я и вот так вот разверну чтобы они к нам вот так смотрели и провяжу за заднюю стенку все получается 2 вместе влево смотрят эти 2 вместе вправо все мы провязали рапорт вот у нас 369 12 вот 14 петель 1 раппорт повторяем 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 вместе с наклоном вправо просто 2 вместе за передней стенки накид 1 лицевая накид разворачиваем 2 петли и провязываем 2 вместе за задней стеночки 2 вместе с наклоном влево все провязали 2 1 раппорт и в конце провязываем 9 петель для 1 2 3 4 5 6 7 8 9 в конце кромочная петля и и провязываем изнаночной все провязали разворачиваем вязание на изнаночную сторону и второй ряд вяжется просто изнаночными петельками все петли включая накиды мы провяжем изнаночными последнюю кромочную тоже изнаночной затем вяжем третий ряд кромочную снимаем и провязываем 8 изнаночных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 затем 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо просто за передней стенки накид 3 лицевых 1 2 3 накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево развернули петельки это мы провязали раппорт смотрите вначале будет 8 изнаночных и в конце для симметрии 8 изнаночных а вот каждый раз между рапортами вот если идет ажурная полоса затем 7 изнаночных ажурная полоса 7 изнаночных ажурная полоса 7 изнаночных а первая полоса вот это вот с изнаночными и последние вот там по 8 так как чтобы получились вот эти вот дырочки да у нас мы одну петельку вот отсюда воззанимаем и 1 отсюда во а если мы с этой стороны одну отсюда во займем вот из 9 так и получилось 7 если здесь было 9 только с одной стороны заняли одну петельку получилось 8 а вот это вот и полоса идет между двумя ажурными поэтому с этой стороны одно занимаем и с этой и получается 7 петель и и так вяжем 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 и провязываем 2 вместе с наклоном вправо накид 3 лицевых накид 3 вместе с наклоном влево далее провязываем 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 и кромочная петля разворачиваем вязание и вяжем 4 ряд 4 ряд вяжется точно так же как мы вязали 2 все петельки мы провязываем изнаночными последнюю кромочную и все накиды тоже вяжем изнаночными провязала 4 ряд до конца вот так вот выглядит один раппорт узора на этом у меня все еще разочек покажу а изнаночную сторону вам наверно не показала вот так изнаночная сторона смотрится на этом у меня все а кстати для тех кому интересно это резинка хлебный колос она у меня есть на канале сейчас сверху оставлю ссылочку на этом у меня все всем пока